Время, проведенное на нашем семинаре Время, проведенное здесь, в Перемиловых горах, вам запомнилось, понравилось, было полезно и что-то это дало бы и нашим исследованиям. Очень хочется на это надеяться и надеюсь, что это сбудется. Мой доклад не содержит чего-то кардинально нового по сравнению с теми докладами, которые были раньше, но учитывая тот факт, что мы здесь собрались помимо чисто научной части, еще и на практическую. Семинар у нас называется «Научно-практический», то есть мы пытаемся воспроизвести разобранную пирамиду с лесного озера и сделать ее больше, лучше, чем она была там. Ну вот, поэтому я решил под это событие собрать из разных докладов некоторые моменты. Ну вот, что получится, вы будете судить сами. Откуда возникает идея, по крайней мере, ассоциация у меня, что рискую говорить о возможной связи времени и пирамид? Все это базируется на том факте, что наша научная группа уже много лет изучает очень необычные геометрии, которые в общем случае носят название финсеровых геометрий. Если в двух словах, финсеровая геометрия – это такая геометрия, в которой вместо привычной теоремы Пифагора, в которой квадраты гипотенузы связаны с квадратами катетов, возникают в частном, по крайней мере, случае третьей степени гипотенузы и катетов, четвертой степени, как вот в данной формуле, и более сложные функции. Такие геометрии получили название по автору одной из первых работ Пауле Финслера, был такой австрийский математик, в 1918 году он защитил докторскую диссертацию на тему таких пространств, и вот с тех пор они носят его имя. Изучены такие пространства, с одной стороны, достаточно подробно, есть целые школы в разных странах, монографии, тысячи книг написаны по этим геометриям, но, как ни странно, самые простейшие Финслеровы пространства, которые являются плоскими, так же как вот эвклидовая геометрия или псевдоэвклидовая, почему-то оказались изучены крайне скудно. У меня есть ответ на вот это недоразумение, не буду сейчас вдаваться, просто отмечаю факт. Плоские Финслеровы пространства имеют недостаточный объем изучения, а основная масса специалистов изучала кривые Финслеровы пространства, по аналогии с тем, что Эйнштейну удалось на базе кривых псевдоримоновых пространств построить теорию гравитации. Ну и, наверное, рассуждая по аналогии, математики и физики, которые интересуются Финслеровыми многообразиями, сразу же переходят к кривым вариантам таких пространств, а простейший случай оказывается вне рамок их внимания. Так вот, конкретном четырехмерном Финслеровом пространстве, которое называется пространством Бервальда-Моура, вот метрика записана в привычном базисе из ортогональных векторов и связывают четвертые степени компонент вектора, вот это пространство нами рассматривается как возможное расширение хорошо известного физикам пространство-времени Менковского. Пространство-время Менковского изучено, вот, начиная с 1908 года, когда он сделал свой знаменитый доклад и предложил считать, что время и пространственные координаты слиты в единый континуум, и нет отдельно пространства, отдельно времени они, а есть общее четырехмерное пространство-время. Эту идею взяли на вооружение после Менковского, в частности, Эйнштейн, скрипя сердцем, согласился с предложением своего бывшего учителя математики, который, кстати, не очень долюбливал Эйнштейна, поскольку того были достаточно скромные способности по математике. И в последующем специальная теория относительности неразрывно стала связываться вот с такой квадратичной метрической формой. Это не что иное, как чуть-чуть более сложная теорема Пифагора для четырех измерений. Одно измерение временное, c — это коэффициент, скорость света, x, y, z — это вот можно считать высотой, шириной, длиной нашего зала. Вот к этой геометрии, начиная с Менковского, все давно привыкли. Она стала настолько общепризнанной, примерно такой же общепризнанной, как до этого была геометрия пространства-времени Галилея, которой, в частности, пользовался Ньютон, создавая свою классическую ньютоновую механику. И вот за сто с небольшим лет уже Ньютон считается слишком простым и очень грубым приближением нашего мира, а более точным — вот это геометрия пространства-времени Менковского. Аппроксимируя вот эту начавшуюся традицию, заменять старую, хорошо проверенную метрическую функцию на более интересную, более точно отвечающую наблюдениям и экспериментам, я делаю прогноз, что рано или поздно геометрия Менковского будет заменена более интересной, более содержательной, более красивой геометрией. И поскольку один из вариантов замены — это уход от квадратов в сторону n-ных степеней, и в частности четвертых, ну вот мой прогноз, что через какое-то количество лет все будут изучать вот эту геометрию, а Менковский станет просто приближением, каким он в свое время сделал Ньютона с его галилеевой геометрией. Ну и вот, как бы опережая события, поскольку этого еще пока не случилось, очень мало специалистов-физиков, ну а о математиках вообще не имеет смысла здесь говорить, мыслят такими же опережающими, что называется, понятиями. Я все-таки рискую делать ставку на вот эту геометрию, и давайте посмотрим, что могло бы измениться в наших привычных приборах, если мы действительно примем хотя бы понарошку на какое-то время вот эту геометрию и назовем ее более точной геометрией нашего реального пространства времени. Первое, что бросается в глаза, это главный объект обоих геометрий. В геометрии Менковского он носит название светового конуса. Это множество точек, расстояние до которых, ну расстояние в смысле вот этой геометрии, этой метрики, расстояние до которых равно нулю. Если в обычной евклидовой геометрии это всего лишь точка, от нее до самой себя расстояние равно нулю, и все, то вот в геометрии Менковского из-за того, что здесь разность квадратов, множество этих точек образуют вот такие песочные часы, что называется медицинский факт. А вот в геометрии Бервальда-Мора аналогичное множество точек, удаленных от центра на нулевой интервал, так правильно называть эту характеристику, образуют уже не песочные часы, а объединение четырех трехмерных плоскостей. Ну, изобразить трехмерные плоскости довольно проблематично, я вот изобразил эти плоскости двумерные. Получается вот такой вот ежик из четырех полоскостей. И каждая плоскость, в конце концов, вырезает во всем этом четырехмерном многообразии сектор конический, который даже коническим не назовешь, это пирамидка. Только грани этих пирамидок являются непривычные нам двумерные плоскости, а менее привычные трехмерные гиперплоскости. Но от этого суть дела не меняется. Главное, что здесь световой конус был круглым, а этот аналог, его нельзя называть световым, потому что мы не знаем, связаны ли с этими точками скорость света или какая-то другая предельная характеристика, но это уже не круглые конуса, это граненые пирамиды. И вот отсюда начинается ассоциация, что если мы поверим в метрику реального мира ближе к соответствующей геометрии вот такого четырехмерного Бервальда-Мора, то в физических следствиях этой геометрии станут, в тех случаях, когда в Минковском появлялись шары, эллипсоиды, параболоиды, гиперболоиды, здесь начнут появляться октаэдры, тетраэдры, другие многогранники. Почему бы именно этим не была бы обусловлена известная нам всем ситуация с необычными египетскими пирамидами, назначение которых и происхождение, и сроки строительства, и, главное, какие-то цели строительства нам неизвестны. Еще немножко такой информации на понимание. Если взять пространство Бервальда-Мора разных размерностей, начиная от одного измерения до четырех, я такие пространства иногда называю многомерными временами. Мы привыкли считать, что время одномерно, а оказывается, есть логическая возможность воспринимать не только пространство многомерным, но и время может быть многомерным, причем ни одного пространственного измерения в таком необычном многообразии может не быть в принципе. И вот оказывается, что многообразие с метрикой Бервальда-Мора мы имеем полное право называть многомерными временами. И вот рассмотрим такие многообразия с размерностью 1. Если одномерное время, мы легко его представляем, тикают часики и все, пространства нет. Вот время тикает, тикает, и мы с вами находимся вот здесь и сейчас, в этой точке. Через какую-то секунду будем здесь, здесь, здесь и так далее. Тут наше прошлое, тут настоящее, а тут наше будущее. Такое пространство Бервальда-Мора никого не смущает, к нему привыкли. Оно еще соответствует времени Галилея. Сложнее с двумерным пространством Бервальда-Мора, или двумерным временем, когда у нас есть два ортогональных измерения, вертикальное и горизонтальное. И здесь у нас уже двумерный мир. Возникает изотропный конус, это вот красненький крестик. И у нас есть абсолютное прошлое, абсолютное будущее, и две области абсолютно удаленных событий. Как ни странно, это многообразие хорошо известно физикам, потому что оно в точности совпадает с двумерным пространством времени Менковского. Против такого мира никто не станет возражать, разве что с недоумением отнесутся к утверждению, что пространство-время Менковского с двумя измерениями можно также представлять себе как двумерный временной мир, без единого пространственного измерения. Это называется ноу-хау, и оно пока не прижилось ни в физик, ни в геометрии. Перейдем дальше. Трехмерное многообразие Бервальдемора. У него изотропный конус уже пересечения трех двумерных плоскостей. Здесь не нужно никаких трехмерных гиперплоскостей представлять. То есть это вот как такой уголковый отражатель. И областей здесь с разными свойствами уже не две, как в первом случае, не четыре, как во втором, а восемь. Есть абсолютное прошлое, абсолютное будущее, и шесть не связанных между собой областей абсолютно удаленных событий. Но это если говорить по аналогии со специальной теорией относительности. Медицинский факт, тут с этим не поспоришь, нужно принимать вот таким образом трехмерное многообразие Бервальдемора или трехмерное время. И, наконец, четвертый случай, когда у нас аж четыре измерения. Здесь уже сложнее представлять, просто поверьте на слово. Здесь все вот эти вот области абсолютно одинаковые, но их уже 16 штук. Одна абсолютное прошлое, одна абсолютное будущее, и еще 14 сбоку, которым по аналогии со специальной теорией относительности нужно присваивать название областей абсолютно удаленных событий. Следующий момент, к которому мы приходим, если опираемся на новую метрику, это замена старых добрых привычных понятий взаимодействующих зарядов на нечто иное. Вот здесь представлена картина взаимодействующих зарядов одинакового и разного знака с силовыми линиями, которые введены достаточно давно в обиход физиками. И мы легко понимаем вот эту картинку, что два одноименных заряда отталкиваются, и силовые линии у них как бы ведут себя таким отталкиваемым друг от друга образом. А разноименные заряды с одинаковым по модулю значением величины притягиваются, и силовые линии ведут себя так, что вот притягивают как бы визуально друг к другу. Это классика, это вы все наверняка помните по школьным учебникам. А вот к чему приводит логика многообразия с метрикой Бервальда-Мора, там тоже, оказывается, можно ввести понятие одноименных зарядов, разноименных зарядов, только это уже будут не частички, которые притягиваются или отталкиваются друг к другу, а события, которые тоже, можно сказать, в некотором смысле притягиваются друг к другу или отталкиваются. Хотя это неправильно, потому что мы здесь задействовали уже время, и притягиваются и отталкиваются во времени невозможно, там царит такая специфическая статика. Но изобразить силовыми линиями или, вернее, их пространственно-временными аналогами картину взаимодействия зарядов, мы будем их называть уже гиперболическими зарядами, можно. И вот что мы видим для двух одноименных зарядов. Теперь разные точки говорят не о том, что они находятся в разных местах пространства, а эти два заряда находятся в разных моментах времени. Это в прошлом, это в будущем. Как два хлопка. Первый хлопок, второй хлопок. Они могут происходить в одной точке, то есть на одной вертикальной мировой линии. И оказывается, если мы принимаем в качестве правил игры новую метрику, такие заряды, события, будут друг с другом взаимодействовать. Каждый такой заряд можно снабдить картинкой векторных линий, и они будут вести себя примерно так. Сравните. Вот так было для обычных зарядов, заряженных тел. Вот так для двух одноименных событий, но тоже заряженных. И справа соответствующая картинка для двух разноименных гиперболических зарядов. Ну, видно, качественная разница. Эти как бы друг к другу отталкивают, а эти как бы притягивают. Но это очень грубая аналогия. Просто вот принимайте, что примерно так будут вести себя векторные линии поля, которые создаются гиперболическими зарядами. Ну, это еще раз, только вот чтобы сравнить поближе. Разноименные и одноименные. Принимая логику пространства Бервальдемора или многомерного времени Бервальдемора, мы можем заметить следующее интересное обстоятельство. В двумерном случае, когда у нас два измерения, то есть обычное псевдоклидово пространство-время, если мы рассматриваем картину взаимодействия двух зарядов, характерной областью, внутри которой сосредоточены векторные линии, и они разделены вот этими кусками изотропных пространств, является квадратик. В трехмерном случае куб. Куб — это трехмерный квадрат. Ну, или наоборот, проще сказать, что двумерный квадрат — это двумерный куб. Если мы продолжим эту логику, то для двух взаимодействующих в четырехмерном времени Бервальдемора гиперболических зарядов они свои силовые линии, векторные линии своего взаимодействия сосредоточат внутри четырехмерного куба. В пятимерном мире — пятимерного куба и так далее. Это упрощает счет особых точек в таких пространствах. В частности, в двумерном мире Бервальдемора углов у двумерного куба четыре, и, соответственно, зарядов, имеющих разные геометрические и физические свойства, если физика применима для таких зарядов, будет четыре. В трехмерном случае — восемь по количеству углов у квадрата, в четырехмерном случае — шестнадцать. И если мы действительно живем в четырехмерном времени, в этом времени — шестнадцать разных гиперболических зарядов. Все, классификация, что называется, ради которой физики бьются всю жизнь, пытаясь найти способ, как классифицировать элементарные частицы, их там больше трехсот уже обнаружено, и не закончена, и не видно конца, когда эта классификация будет решена. Если мы поменяем основную задачу физики с поиска никак не решаемой задачи классификации элементарных частиц на классификацию элементарных гиперболических зарядов, эта задача уже решена, что называется, чисто визуально. Их шестнадцать штук при условии, что мир четырехмерен. Если мир окажется в большей разметности или вдруг меньшей, значит и зарядов в этом мире гиперболических будет другое количество. Вот так я обозначил, в двумерном случае два минуса, два плюса, плюс-минус, плюс-минус. В трехмерном уже больше вариантов. Вот в четырехмерном. Это схематическое изображение четырехмерного куба. Своеобразная таблица Менделеева, только для событий, а не для элементов химических или для элементарных частиц. Перейдем теперь к возможным аналогиям или к возможным экспериментальным проверкам тех выводов, которые происходят, если мы принимаем логику гиперболических зарядов многомерного Финслерова-Бервальдморовского времени и так далее. Первая возможность проверить, на правильном мы пути или нет, это попытаться обнаружить в реальном физическом мире такие ситуации, когда векторные линии того главного поля, источником которого являются гиперболические заряды, и логично такое поле называть гиперболическим, ведут себя нетривиальным образом. Тривиальный образ — это когда все линии выстраиваются в параллельную, вот такой плоско-параллельный временной поток, там ничего интересного нет. Время течет в таком мире в одну сторону и с одинаковой скоростью. Но, кстати говоря, Ньютон так и считал, что время во всех точках имеет одинаковую скорость течения, и везде абсолютно, и параллельно самому себе в таком вот пространстве времени. Но если мы встаем на логику Финслеровых многомерных времен, вполне допустима ситуация, когда векторные линии этого гиперболического поля в каких-то местах оказываются где-то гуще, а где-то пореже. И вот последствия таких необычных ситуаций с векторными линиями гиперболического поля можно отследить очень простым физическим прибором. Такой прибор человечество давно изобрело, причем хорошо его усовершенствовало. Более того, именно эти приборы работают с максимальной точностью, никакие другие амперметры, вольтметры и так далее такой точности, как этот прибор, не достигают. И этот прибор называется часы. Вот обычными часами, используя один такой аппарат как лабораторный, а другой абсолютно такой же, по крайней мере максимально близкий по конфигурации, как контроль, мы можем измерять наличие вот этих неоднородностей в пока еще гипотетическом, гиперболическом поле. Вот представим себе, что мы смогли искусственным образом создать эти неоднородности. Если мы в одном месте, где векторные линии гущи, поставим одни часики, вот их мировая линия, то есть история во времени, вот эта, а другие часы контрольные поставим как можно дальше, где никаких отклонений от плоско-параллельного поля не происходит, то часы, находящиеся в гуще событий, будут идти то быстрее, то медленнее. А часы, которые находятся далеко, как тикались и равномерно, так и продолжат тикаться. Поскольку мы можем обмениваться сигналами между одними часами и другими, световыми или звуковыми, или какими-то другими, мы всегда можем определить, шли ли эти часы быстрее или медленнее, чем эти контрольные. Остается только придумать способ, как искривить векторные линии гиперболического поля, или наше время, по некоторой нетривиальной густоте. Мы такой способ предположили и решили, что, может быть, в ситуации, когда имеется удар одного массивного тела, а другое массивное тело в области пространственно-временной, в окрестности этой точки или события удара, часы как раз и будут находиться в ситуации более густых векторных линий гиперболического поля. А часы, которые расположены дальше или очень далеко, будут идти по-прежнему равномерно. Сравнивая показания одних и других, мы можем зафиксировать либо тот факт, что никакие удары не влияют на первые часы, и время действительно течет по Ньютону равномерно и прямолинейно, и везде одинаково, или по Менковскому, потому что в пустом пространстве времени Менковского, где нет гравитирующих масс, тоже самая ситуация, или же по Финслеру, по Финслеровой метрике Бервальдемор или какой-то другой, который нам подсказывает, что эти часы будут идти хоть чуть-чуть, но в момент удара по-другому. Установку такую мы сделали, и вы имели удовольствие ее видеть рядом с остатками пирамиды. У нас во дворе вот эта вот зелененькая ферма на три части разделенная, это остатки этой установки, которые в свое время были смонтированы на лесном озере, где стоял и этот домик. Вот немножко побольше ракурс. И пирамида, кстати, рядышком, пока еще живая, здоровая, ту, которую мы разобрали, и часть которой пойдет на облицовку нашей второй пирамиды. И вот вид издалека. Вышка имела высоту 12 метров, масса груза в максимальном своем варианте до 300 килограмм, падала все в подземную камеру, но не глубоко, на 2 метра, и часы, которые мы использовали в качестве детектора, были специально изготовлены кварцевые генераторы, которые идут на систему орбитальных спутников ГЛОНАСС. То есть они имеют хорошие показатели, хорошую повторяемость сигналов, не сравнить с нашими обычными часами. И мы решили, что этих часов будет достаточно, чтобы проверить нашу гипотезу. Вот так выглядят синусоиды тикания кварцевых часов. Это частотная характеристика, которая показывает, что сигнал, частота достаточно узкий диапазон имеет. Так они тикают, и такая характеристика для часов в спокойном состоянии. То есть когда нигде ничего не бросают, ничего не взрывается, и так далее. Мы предполагали о том, что в момент удара вот эта идеальная синусоида чуть-чуть станет неидеальной. И тогда вот эта спектральная характеристика тоже будет отличаться от этой спокойной. И наша задача была навести множество экспериментов и сравнить, что же произошло с синусоидой и с такой спектральной характеристикой. Вот как раз один из характерных результатов опыта. После, вернее, в момент события удара спектральная характеристика имеет вид, изображенный зеленым цветом. А в спокойном состоянии, красненький, это та же самая кривая, что и здесь, но только вот этот вот небольшой участок в самом корне. И вы видите, что действительно спектр частот, характерных для контрольного и для рабочего момента, отличается. На первый взгляд, отличается не сильно, но если посмотреть на абсолютное значение, это примерно 0,1%, то есть 10-4%. Если взять метровую линейку, то 10-4% у нас будет 1 микрон, если я правильно помню. Это большая величина. Для физики величина в 10-4% легко измеряется, улавливается, и мы это уловили. То есть мы утверждаем, что мы зафиксировали факт изменения темпа хода времени в области пространственно-временной, ограничивая окружающей события удара от массивного груза. Нам, конечно, пока не верят, по крайней мере смотрят на эти результаты как на подозрительные, предлагают различные прозаические объяснения этого факта, но поскольку мы целенаправленно искали именно такой сигнал, и мы больше разбираемся в нюансах, считаем, что правы мы. Время, что называется, рассудит. Действительно ли это первая в истории регистрация возможности, ни много ни мало, как управлять временем? Ведь вы не просто хлопнули о землю, мы чуть-чуть его замедлили или ускорили. Тут надо еще разбираться. Главное, что мы изменили этот ход. Ну или нет, или мы ошибаемся и сами вводим себя и других в заблуждение. К чему это может привести? Ведь если действительно время можно изменить по скорости его течения, такой процесс будет представлять себя волну. Вот ударили и пошла волна. Эта волна должна распространяться с некоторой скоростью. Вариантов несколько. Эта скорость может быть меньше скорости света, равна скорости света или больше скорости света. При этом никаких особых нарушений в плане запретов на сверхсветовые скорости мы не совершаем. У нас здесь нет частиц, ни фотонов с нулевой массой покоя, ни тем более каких-то тяжелых частиц, типа электронов и так далее. У нас взаимодействуют события. События — это не частицы. И, соответственно, ограничение на сверхсветовую скорость взаимодействующих событий мы не должны распространять априори. Это нужно проверять на экспериментах. И, соответственно, наиболее интересный для практики вариант — это когда скорость распространения возмущения времени окажется сверхсветовой. И вот такой случай будет соответствовать такому ситуации. Вот представим себе, что возмущение идет по финслеровой метрике, тогда это вот тот самый изотропный конус. А изотропный конус Минковского может оказаться узеньким совсем. Угол наклона светового конуса будет много меньше угла наклона конуса финслерова. И это как раз будет отражать факт, что скорость распространения возмущения во времени будет много раз больше скорости света. И может оказаться в миллиарды раз больше скорости света. И, соответственно, тогда, вместо того, чтобы звонить по телефону и пользоваться электромагнитными волнами, которые со скоростью света распространяются, мы с вами будем пользоваться приборами, которые будут связываться друг с другом за счет возмущений и улавливания этих возмущений во времени. И скорость передачи сигнала может быть во много раз больше. В масштабах Земли это несущественная отличие. Какая разница, поймаю я сигнал на одну наносекунду быстрее или позже. Но вот в масштабах уже космоса, когда я звоню на Марс, извините, мое алло там принимают только через 20 минут. Задержка, ничего себе. А обратно еще плюс 20. А если буду говорить с Плутоном, то уже час. А если с Альфа-Центаврой, есть такая звезда, ближайшая к нам, и Проксима-Центавра, они рядышком, то 4 года. А если с ближайшей галактикой, то уже несколько миллионов лет. Ну, ясно, что электромагнитная связь на таких колоссальных расстояниях в принципе не интересна никому. А вот временная связь, связь посредством гиперболического поля может оказаться очень даже перспективно интересной. И все это вытекает как следствие нашего предположения, что метрика реального мира не Минковского, а Бервальда Морок. И пирамидки сразу же оказываются тут как тут. Откуда вылезают эти пирамидки? Есть простенькое классическое наблюдение. Если взять обычный бумажный конус, круглым основанием, с некоторым углом раствора, то есть такие понятия, как конические сечения. Простейшее коническое сечение плоскостью перпендикулярной оси конуса получается обычная окружность. Чуть-чуть наклонили под углом, получаем эллипс. Наклонили под углом, равным углу образующей, получили параболу. Наклонили под большим углом, получаются гиперболы. Все квадратичные кривые получились у нас как обычное сечение конуса. Конус, это двумерный, который понятен нам визуально, можно заменить на тот конус, который в пространстве времени Минковского, тот самый световой. И тоже проделать такие же сечения. Только тогда, поскольку это в четырехмерном мире будет этот конус, и он будет иметь трехмерную поверхность, сечение тоже трехмерной гиперплоскостью в перпендикулярном случае будет давать не окружность, а сферу. В наклоненном виде не эллипс, а эллипсоид. Когда гиперплоскость наклонена по образующей, это будет параболоид. Ну и в последнем случае гиперболоид. То есть это уже будут не кривые, это будут поверхности. А теперь вспомним, где эти поверхности используются в электромагнитной технике. Вот сфера, параболоид, гиперболоид. Первый используем телескоп. Вот она, сферическая поверхность. Поверхность линза. Это окуляр, объектив, можно еще систему поставить, но главное, что это сегменты сфер. А функция, которую выполняют эти тела, фокусировка электромагнитного поля. Причем так, чтобы наблюдателю было удобно за чем-то свидеть. В данном случае за планетами или звездами. Другой пример. Параболоиды. Параболические тарелочки у всех сейчас стоят в доме. НТВ плюс ловят. Для дальней космической связи эти тарелочки побольше. Но принцип-то тот же. Параболоид, как одно из конических сечений светового конуса, вот он в действии, опять же, для фокусировки электромагнитного поля. И, наконец, гиперболоиды. Гиперболоиды тоже используются в космических телескопах, следящими за гамма-излучением. То есть все возможные конические сечения обычного светового конуса пригодились в современных устройствах. А где же тогда те устройства, которые будут аналогичными, но не для электромагнитного излучения, а для гиперболического поля, то есть для того времени, в котором мы с вами живем. А тут мы как раз и приходим, что вот он этот ряд. Он неполный, я не делал такой серьезной работы по построению всех возможных сечений вот этой вот изотропной пирамиды пространства Бервальдемора. Дело в том, что здесь-то все было понятно. Сечения делались плоскостями, а здесь сечения должны делаться кривыми поверхностями, причем с особыми свойствами. У нас до сих пор даже в коллективе нет единого мнения по поводу того, какие поверхности здесь считать каноническими, а какие случайными. Вот моя точка зрения, что есть специальные кривые поверхности, которые и должны выполнять вот эти аналогичные конические сечения. И в этом случае будет получаться ряд типа тетраэдра, ромбододекаэдра, октаэдра и еще энного количества многогранников. Но смотрите, эти все пригодились в оптике. Прогноз, предсказание, что эти все пирамидки пригодятся в гиперболической оптике, то есть в устройствах, которые будут фокусировать время. Вот вам и связь. Где время, где пирамиды, и что делать с этим временем, и как делать. То есть есть гипотеза, что известные всем нам египетские древние пирамиды, которые неизвестно кто построил, если подходить с точки зрения лаборатории альтернативной истории и других копающихся в деталях товарищей, могли быть построены людьми или не людьми, которые знали вот эту самую гиперболическую физику. И они умели управлять временем. Куда они делись, это другой вопрос. Как это работало, тоже другой вопрос. Но связь вполне уместна, этим можно и нужно заниматься. Более подробно рассмотрим один из многограней, который возникает как предполагаемое коническое сечение изотропного конуса четырехмерного времени Бервальда-Муора. Ромба-додекаэдер. Одна из наиболее интересных фигур. Додекаэдер означает 12 граней. Все грани одинаковые ромбики, 14 вершин. В Википедии или где угодно можно посмотреть характеристики такой фигуры. Нас интересует то, что эта фигура оказывается тесно связанной с пирамидой. Вот если соединить пять точек вершин ромба-додекаэдер, таким образом, как показано на рисунке, то получится пирамида с углом наклона грани к горизонту 54,5 градуса. Именно такую пирамиду с углом наклона 54,5 градуса мы с вами и собираемся построить здесь, за забором. И именно такой же угол был использован в пирамиде, которая стояла раньше на лесном озере в Подмосковье. Но это не единственный вариант построить пирамиду на основе ромба-додекаэдера. Это, кстати, угол, который близок к углу наклона пирамиды Хефрена. У нее Хефрена 52 градуса. Два градуса, конечно, существенные, но все-таки визуально не различишь. А вот вторая пирамидка, строящаяся на основе ромба-додекаэдера, это если взять вершину и прилегающие другие вершинки, получается пирамидка с углом наклона 45 градусов. Что мы видим в Египте? О, ломаная пирамида имеет угол наклона второй части после излома 43 градуса. Опять те же самые 2 градуса разницы. Но случайно это совпадение или нет? А вот этот вот наклон у ломаной пирамиды 54. Тут вообще уже разницы почти нет. Так что версия о том, что, глядя на египетские пирамиды, мы имеем дело с остатками устройства древних товарищей, которые умели управлять временем в нужном себе русле, имеет право на жизнь. Тем более, что в пользу этой версии говорит и оптическая точность шлифовки граней. Но когда мы смотрим на линзу, мы понимаем, что линзу шлифовали, чтобы там не было каких-то отклонений от идеального изображения. Пирамида в миллионы раз больше, чем любая линза, отшлифована так, как шлифуются зеркала и линзы. Плоскость под углом была неимоверно гладко зачищена. И несмотря на то, что прошли тысячелетия, официальная версия преподносит нам предположение, что вот этой пирамиде 4,5 тысячи лет, мы же, говоря о том, что пирамиды, наверное, были сделаны другой цивилизацией, относим их к срокам 12-15 тысяч лет. Даже если они простояли 4 тысячи лет, за 4 тысячи лет сколько было землетрясений, сколько было других событий, которые могли покорежить эту поверхность. Все равно, когда подходишь к этой пирамиде, видишь, что до сих пор она сохранила свою очень и очень качественную, ровную поверхность. Сделать такую поверхность в наклонном исполнении, ее же не сделали горизонтальном, а потом подняли, ее сначала как-то так выложили, а потом срезали. Вот это крайне трудоемкая и тяжелая в исполнении операция. Какие приборы строительные могли быть у древних египтян? Ну, веревочка, ну, глазомер, что еще там, бамбуковую палку могли прикладывать. Все это не годится для того, чтобы площадь в нескольких футбольных полей, наклоненную под 54 и 43 градуса, шлифовать до визуально безупречного состояния. Значит, вывод только один, для меня, по крайней мере. Ребята, которые здесь поработали, имели технику, превышающую наши современные возможности. Тут либо такие микророботы-елозили, у которых была специальная там система позиционирования, чтобы выработать, либо какой-то огромный станок шлифовальный, ну, в общем, что-то такое, что у нас и не используется, и надобности у нас такой, чтобы зачищать футбольные поля с наклоненным исполнением, ну, просто пока не возникает. Надеюсь, что пока. Ну, вот вид сбоку, чтобы была видна прямая линия. Плоскость сливается в линию. Ну, и версия, да? Прибор, который стал известен человечеству совершенно недавно, 300 лет назад. Вчера за столом мы говорили о том, кто изобрел телескоп. Основная, как бы, версия гласит, что изобретателем телескопа является известный естествоиспытатель Галилей. Чуть более продвинутое исследование по истории появления телескопа говорит, что он подглядел эту идею у некого аптекаря, а еще чуть более глубокое исследование говорит о том, что изобретателями телескопа были дети-аптекаря, которые игрались с обычными оптическими линзами, и при определенном расположении этих линзочек, к большому своему удивлению, обнаружили, что появляется увеличенное изображение, правда перевернутое. Они рассказали это своему отцу. Отец сделал прибор. Этот прибор спустя некоторое время о нем узнал Галилей, и он единственное, что добавил, направил его в небо, смотреть на звезды. Ну, вот мы знаем, что Галилей — это великий ученый, изобретатель телескопа. На самом деле история берет начало от игр обычных. Ну и когда вчера возникал вопрос, а зачем мы строим пирамиду, я вот так в шутку говорил о том, что мы играем в кубики, возможными последствиями которых станут будущие приборы, которые, как и телескопы, за 300 лет пройдут сложный путь эволюции, и от простейших устройств дойдут до тех космических гигантов, которые мы сейчас запускаем в космос, чтобы внимательно рассмотреть различные туманности, квазары и так далее. Все может быть. И поскольку нужно хотя бы какой-то принцип иметь в голове, как работает, как будет работать этот будущий гиперболический телескоп, можно считать принципиальная схема здесь изображена. Некое событие в прошлом, что-то взорвалось или столкнулось, то есть должны быть мощные события с большой энергетикой, с большой мощностью, с тем, чтобы последствия привели к возмущению гиперболического поля, возмущению поля времени, тогда время течет, поле успокаивается, но все-таки не до конца. И если мы на пути остатков этого гиперболического поля, связанного с этим событием, ставим нечто вроде объектива, только теперь это уже не кусок сферы, а это гиперболический аналог. То есть это не тело, а правильным образом организованный процесс, множество событий. И если этот процесс мы знаем, как огранить в пространстве времени, чтобы он работал как линза, как объектив, тогда лучи гиперболического поля будут преломлены, потом еще разик можно преломить чем-то вроде окуляра, ну а потом возникает изображение. Только изображение уже не на пластинке в виде предметов, а изображение в пространстве времени, как пространственно-временной образ вот этого события, только в миниатюре. Очень интересное устройство, можно называть это гиперболическим телескопом, и позволит оно изучать уже не тела в далеком космосе, а события в далеком прошлом нашей Вселенной. И, соответственно, наше знание о Вселенной сильно увеличится. Я, по крайней мере, на это рассчитываю. Ну а кроме космических событий, при помощи гиперболического телескопа или его разновидностей, допустим, гиперболического микроскопа, мы можем рассматривать здесь и сейчас более близкие к нам события. Например, старые ядерные испытания. Сколько их было, где они были, что там сработало. Нам кажется, что все, они отгромыхали, и уже от них ничего не осталось, только воронка. Ничего подобного. Если гиперболическое поле — реальность, то с каждым таким взрывом связано возмущение гиперболического поля. И, находясь здесь и сейчас, мы можем остатки этого излучения уловить, преобразовать, усилить, зафиксировать и посмотреть вновь на то минувшее событие с любой степенью точности. Ну, по крайней мере, с очень высокой степенью точности. Так же, как мы увеличиваем изображение какой-то букашки. Та же эволюция. Были простейшие линзочки, потом стали микроскопы. Сейчас электронные микроскопы. Другие события, которые нас могут интересовать, это удары метеоритов. Опять же, сколько их было? Вот есть версия, что метеориты уничтожили эпоху динозавров. Так это или нет, мы сейчас не можем проверить. А вот с гиперболическим микроскопом проблем нет. Настроили на эти 200 миллионов лет назад, когда, предположительно, вымерли динозавры, посмотрели, был ли мощный удар, где он пришелся, по какой части Земли. Ну и, соответственно, уже не гипотезы будем строить, от чего вымерли динозавры, а, что называется, проводить нормальное научное исследование. Ну и, наконец, еще более мощные события, но тоже относительно недавние для нас, это взрывы сверхновых. В данном случае остатки взрыва сверхновой в центре туманности, которая сейчас называется крыбовидная туманность, мы видим только вот этот уже растутшееся облако. А при гиперболических устройствах можем увидеть начало этого события, то есть, сам момент взрыва, как он расширялся до вот этого состояния, и даже больше, поскольку мы исходим из того, что скорость распространения гиперболического поля может быть в миллиарды раз больше скорости света, соответственно, мы можем в этом гиперболическом диапазоне волн увидеть эту туманность еще на 9 тысяч лет больше. Вот это сверхновой стало за тысячи лет. От нее до нас 9 тысяч световых лет. Свет идет с большим запозданием, поэтому мы видим то, что было на месте этого взрыва 9 тысяч лет назад. А в гиперболических лучах мы увидим почти современное состояние. То есть, мы сможем увидеть, какую конфигурацию эта туманность примет в течение последующих 9 тысяч лет. Для туманности это не важно, но если на месте этой туманности будет сверхновая, которая около нас бабахнула, извините, это серьезные последствия, потому что вот эти вот сполохи это радиация. Радиация, если Земля окажется здесь, в Солнечной системе, от нее ничего не останется. И у нас, если мы сможем в неких сверхсветовых лучах узнавать о взрывах таких сверхновых, будет несколько тысяч лет для того, чтобы предпринять меры. Либо закопаться под землю, либо улететь в далекий космос, либо повернуть время, либо еще что-то. По крайней мере, это способ продлить жизнь цивилизации в полной опасности окружающем космосе. Ну и масштабы галактик. Галактики, как известно, иногда сталкиваются. Смотреть столкновение галактик в гиперболическом телескопе будет сплошное удовольствие. Тем более, что все это будет не растянуто на миллиарды лет, как мы сейчас вот смотрим на любую галактику. Статика. Там все происходит очень медленно. А поскольку у нас прибор, он может ускорить время, мы можем посмотреть эволюцию галактик от их зарождения до смерти. На мой взгляд, очень любопытная информация была бы. Ну и последний мой слайд. Он как бы перекликается с тем, что у нас запланировано после ужина, а именно просмотр первого фильма из, пока это трилогия, на тему финсеровой геометрии и все, что вокруг них есть, геометрия вселенной. А в последующие дни будет и два других фильма, они дезотропный мир и многомерное время. Даже если вы смотрели эти фильмы, все равно рекомендую прийти, все равно что-то забывается, на другом месте в другое время смотрится под другим углом, глядишь, что называется многократное повторение приведет к тому, что будут какие-то просветления. Потом кто-то из вас проснется, подойдет и скажет, а я знаю, как работает пирамида. И все это благодаря просмотру фильма. Было бы очень интересно услышать подобные предложения, даже если они покажутся на первый взгляд бредом. Мы действительно пока не знаем, как работают пирамиды. То, что я вам рассказал, это всего лишь одна из возможных версий. Мир непредсказуем в своих чудесах, и поэтому все может быть. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы, если у меня осталось время. Время осталось 24 минуты. Есть ли вопросы? Или все понятно? статистика достаточно была? То есть много рассказов? Вот Саша принимал участие непосредственно. Я-то сидел дома на подушке, голова лежала. Александр и Виктор Пончелюга, который приедет к концу семинара, у него тоже будет две лекции, они, что называется, непосредственно тягали этот груз туда-сюда, и информация, которая у меня есть, больше 800 раз. Они сбросили этот грузик, сделали несколько серий таких бросков, обработали при помощи методики, которая у Виктора отлажена на его любимых экспериментах с микрофолктуациями. И, на мой взгляд, поскольку методика, которую разработали Виктор и его коллеги, достаточно хорошо опробирована, соответственно, и полученный нами результат в плане изменения характерной частоты у кварцевого генератора можно считать высоко надежным. В любом случае, хотелось бы дожить и дождаться, когда будет проведена серия независимой проверки другой лаборатории, которая будет исходить, допустим, из неверия, что мы еще получили, и они захотят доказать, что мы либо шарлатаны, либо дилетанты, либо еще что-то. Но пока не видать желающих повторить, хотя эксперимент тривиальный совершенно по своей простоте, а последствия, если мы правы все-таки, но они колоссальные, извините, мы в этом случае уходим от того, в каком направлении развивалась цивилизация до сих пор, электромагнитное направление, потому что вас окружают сплошные электромагнитные приборы, начиная с солнышка и заканчивая с компьютером, видеокамерой, телефоном, записывающим устройством и так далее, и так далее. И у нас пока ничего, кроме вот этого прибора, измеряющего время, в отношении гиперболического поля нет. Но это очень простенький прибор, он проще, чем обычные линзы. Это что-то вроде капли, и то сложно сравнить. А впереди у нас, если мы правы, и гиперболическое поле это реальность, и время, которое нас окружает, это полевая сущность, в этом случае нас ждут очень забавные и очень интересные технологические изменения. мир наш, если мы не погибли, наполнится приборами, работающих на совершенно других принципах, с другими скоростями, с другими возможностями, с другими отношениями к нам подобным. Вот мы сейчас считаем, что одиноки во Вселенной, нет инопланетного разума, потому что слушаем в радиоэфире, а там молчок, нет никого. Так может быть не нет никого, а просто народ уже перешагнул через электромагнитные импульсы, сигналы, как мы перешагнули через обмен информацией дымами, или там при помощи флажков, что было в свое время популярно. И нужно просто сделать этот шаг, с тем, чтобы понять, что эфир, только уже не электромагнитный, а эфир гиперболический, эфир это чисто не связан с физическим эфиром, наполнен потоками информации, вокруг нас кишит обмен мнениями, знаниями и так далее, только мы пока до этого потока не допущены, потому что нет устройств, нет понимания, как устроено время, какой сложности эта физическая сущность, и в какой, собственно, геометрии мы с вами живем. Вот такой метод. А вот если груз тебе 800 раз говорить, да? 800. Вот. Это же то, что если можно в домах и пирамиды, это там метро? Нет, пирамидка совершенно ни при чем. Рядом с пирамидкой Ну, шахту это, шахта, да? А вот часы они вторые. Вот это ну, видел, да. А тут дальше была ямка вырыта. Ну, вот она маленькая пирамидка. Да, маленькая пирамидка, она закрыта. Внутри нее стояли вторые часы. Но сравнивали мы не часы, которые были рядом, ну, в самой шахте, куда падал груз. Мы эти часы сравнили с ними же самими, только спустя некоторое время, когда все успокоилось и последствия удара уже прошли. В этом случае мы имеем идеальное совпадение устройства. Те же самые часы, просто они спустя одну-две минуты после удара идут уже с того равномерно. Мы записывали осцилограмму синусоиду часов в момент удара, а потом записывали ту же самую осцилограмму тех же самых часов, но через минуту через минуту или за минуту до или после удара. А в маленькой были стоят также контрольные рабочие часы, просто мы смотрели, насколько ослабнет последствия, связанные с гиперболическим полем от события удара, если детектор стоит в 3-4 метрах от точки удара. И такое воздействие тоже было. оно было на порядок слабее, у часов, находящихся непосредственно рядом с точкой удара. Ну, как бы, что интересно, вот, все вот эти 800 экспериментов, да, все 800 показов, которые все были на одном месте? Нет, ну, я так понимаю, несколько сотен было с одними часами и несколько сотен с другими. То есть, это как бы две разных серии экспериментов. там больше, конечно. Больше для близних, конечно, чтобы понять сильный сигнал. А там только проверить, будет ли он ослабеваться. Ведь могло случиться так, что на любом расстоянии сигнал один и тот же. Или на метр отошел, и там вообще уже ничего. вот, среди месяцев не на одном месте? Не на одном, да. Или какое-то разнесение там. Да. Я просто поясню, значит, во-первых, что такое вообще, как бы, статистика, да, за какой-то промежуток. Мы, как правило, делали это день, второй, да, и вот за определенный день удавалось делать от 15 до 30 бросков, мы, конечно, старались побольше, зависимости от погоды. И, в принципе, единичным экспериментом надо считать современную статистику по всем 30 броскам, которые происходили за один день. каждый записанного целограмма по каждому броску во время броска и до броска. Соответственно, сравнивалось, суммировались статистики до броска по всем 30 и по момент броска по всем 30 и также. потом строился суммарный спектр и производилось вычитание. Те броски, которые связаны с часами, которые находятся в 3-4 метрах, это где-то процентов 10 максимум всех бросков. В общей сложности, конечно, больше 800, но точек экспериментальных надо считать 20. Получается, что они группы включаются, часы потом бросают, потом выключаются, кусочек вы транссифицируете и строите спектр. Да, включаются часы, производится бросок, потом время делоксации связано с записью на флешку как раз. Записывается без броска, потом снова бросок, снова без броска, вот так они повторяются и потом суммирается без броска один, без броска два, тридцать, с броском один, броском два, броском три, и так тоже тридцать, а потом уже берется суммарно начитание. А если включить, то 12, начать борца и гигантское количество данных, невозможно, невозможно, нужны суперкомпьютеры, чтобы непрерывный эксперимент такого обезьян, то там частота 10 мегагерц и мы с теми флешками, которые были доступны и строили подъемных денег, могли записать всего несколько миллисекунд, какие там часы или даже секунды. обрезание на определенном этапе происходит просто даже данные не входят в память целом. Вот еще один момент, который нас пытаются не обвинить, а как бы подловить на банальной некомпетентности. Был рецензент, которого пригласил мой знакомый, к сожалению, покойный академик Кадышевский. Этот человек был долгое время директором института ядерных исследований в Дубне, известный институт, и по моей просьбе я попросил познакомиться с отчетом, который мы написали по результатам наших испытаний. Он сам не решился на какую-то рецензию, а пригласил знакомого, который, с его слов, классный экспериментатор и много чего понимает. Вот в этой рецензии было написано, что мы, то есть авторы этой статьи, не учли механических воздействий на часы, что, мол, в момент удара болванки идет сейсмическая волна, которая расширяется, в нее попадают и часы, и часы, мелкой дрожью дрожат этой волны, и там происходят сбои. можно сделать такое предположение, но и в статье было написано, и мы это специально подчеркивали. У нас настроена аппаратура была следующим образом. Фиксировался момент соприкосновения болванки с землей, и именно в этот момент, когда только она коснулась, еще удара как такового нет, уже включалась запись, которая в последующем обрабатывалась, и заканчивалась эта запись через миллисекунду, потому что за миллисекунду уже основные события произошли, болванка смялась, энергия высвободилась, перешла в новую форму, и мы выключали. Сейсмическая волна за эту миллисекунду, это несколько километров в секунду в земле, а в воздухе вообще 300 метров в секунду, не успевает далеко отойти и приблизиться к часам, поэтому часы еще не знают, что сейсмика уже возбуждена, и ничего кроме электромагнитного импульса, гравитационного импульса, если он присутствует здесь, и гиперболического импульса, часы фиксировать не могли. А уж шейсмическую волну, ну, просто глупость, мы ее отсекали в первую очередь. Но это говорит о том, с каким настроем негативным, исходным, даже по спецпросьбе академика, руководителя института, его подчиненные смотрят на подобные результаты. У них в голове сидит мысль о том, что все это бред, все это глупость, все это не надо изучать. Не знаю, это бред, потому что это нужно проверить все варианты до того, как оставить друг друга. Понятно, но если именно на этом строится отрицательная рецензия, тогда это не рецензия, это отписка. И неправильно так подходить. С таким же успехом можно было Максвелла выкинуть с его уравнением, тем больше нам некоторые члены додумывал. А Герца с Поповым называть шарлатанами, потому что они там какие-то искорки в линзу смотрел. Многие не любят это токсмещение, пытаются как-то их исправить. Ну да, другое. Ну вот, в общем так. токсмещение, но это очень неправильно. С